Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление подключается к каналу Freedom в прямой эфир. Здравствуйте, Александр, рады вас видеть. Как обычно, что в Бахмуте происходит, объясните, пожалуйста. Вот есть сообщение, что нашим бойцам на Западе удалось на несколько тысяч метров продвинуться. Все, конечно же, там меряется в сотнях метрах, и если в километрах, то это невероятный успех. Вперед для того, чтобы сделать невозможным взятие в клещи, насколько мы понимаем, наши группировки там. Расскажите, что происходит, что вам известно, как нам оценивать, это уже часть контрнаступления или это пока подготовка? Я бы не спешил это называть контрнаступлением. Пока еще рано говорить именно о тех действиях, которые происходят в районе Бахмута именно в таком формате. Но в целом, если рассматривать те события, которые мы можем наблюдать, то это, безусловно, успешное продвижение сил обороны Украины по основным направлениям. В северной локации, в южной, то есть, если быть точнее, это северо-западная и юго-западная локации от города. Если говорим о северо-западной, то очевидно, что мы имеем в планах выход за пределы водохранилища, выход на Берховку, предварительно огневой контроль за счет возвращения под свой контроль основных превалирующих высот в районе водохранилища, огневое воздействие на Берховку ягодное, перерезание в перспективе М-03, выход на проской. Ну и, конечно же, параллельно еще, плюс, помимо всего прочего, контроль на северный сектор самого Бахмута, огневой опять-таки. В отношении юго-запада, юго-западный сектор – это два направления. От Ивановского на Клещеевку и от Ступочек через канал аналогичного направления Клещеевки. Это направление не меняется, высоты поступательно берутся под свой аналогичный контроль. И в целом складывается такое впечатление, что, опять-таки, основная задача сейчас Силы обороны Украины – это именно контроль высот. Контроль высот позволяет нам загнать российские оккупационные подразделения фактически в низину. Ведь Бахмут сам по себе, он находится, например, если даже сравнивать с районом Богдановки или с районом тех же самых Ступочек, Часов Яра. Часов Яра – это вообще является в данном секторе основная высота господствующая. А Бахмута, он как раз в низине находится. И находящиеся в низине российские оккупационные войска, они в не самом лучшем положении оказываются. Они становятся как на ладони. И даже их присутствие в Бахмуте, оно им не дает абсолютно никакого преимущества. А как раз наоборот, они как бы в замкнутом пространстве. И в перспективе, я, конечно, не знаю, какие планы у Генерального штаба Вооруженных сил Украины, но более чем очевидно, что может проснуться, например, северская локация, северский плацдарм и начать давить южнее, то есть на северный сектор Бахмута. И, кроме всего прочего, есть и перспектива перерезания 05-013, физического перерезания и взятия под контроль опытного и Адрадевки. То есть положение у оккупантов именно в городе, оно складывается, ну, мягко говоря, с теми какими-то эфемерными победами, которые они себе будут присваивать за взятие улиц, кварталов и руин многоэтажек. Все эти ура-патриотические хреляции, они блекнут на фоне того, что их может ждать уже в ближайшее время. Александр, понимаем абсолютно логично, что освобождение украинских территорий проходило бы быстрее и эффективнее в случае наличия специальной техники, авиационной в первую очередь. И вот сегодня важная новость пришла относительно самолетов. В F-16 Соединенные Штаты Америки не будут возражать против передачи союзниками этих самолетов в Украине. Кроме того, сами Соединенные Штаты будут участвовать, если я правильно понимаю, сообщение советника президента США по нацбезопасности Джейка Сальвана. США будут участвовать в обучении украинских пилотов. Расскажите, пожалуйста, объясните, насколько это важное сообщение. Да, безусловно, поскольку США воздерживалось в каких-либо утвердительных сообщениях все это время о том, что действительно Штаты будут принимать участие в авиационной коалиции, хотя прекрасно все понимали, что так или иначе, но согласие о передаче, например, другими странами истребителей F-16 от США так или иначе должно поступить. А если поступит это согласие, то и фактически можно считать, что США вступает тоже в авиационную коалицию. То есть всему свое время, и это время как раз и настало. Данный момент вполне ожидаемо, и F-16 действительно могут иметь определенное воздействие в зоне боевых действий, как для предотвращения, например, повышения активности российской авиации, благодаря использованию соответствующих авиационных комплексов большого радиуса действия, то есть ракет воздух-воздух, таких как, например, АИМ-120 АМРАМ. И, конечно же, помимо всего прочего, это использование более совершенных современных радаров, установленных на этих истребителях, то есть, по сути, авиационный радарный комплекс, который намного превосходит МиГ-29, тот, который находится у МиГ-29 или Су-27, что позволяет эффективнее использовать авиацию в борьбе, например, с крылатыми ракетами, перехватывать крылатые ракеты, а не только российскую авиацию. Ну и, конечно же, использование авиационных ракетных комплексов класса воздух-поверхность, что позволяет уже наносить высокоточные удары по поверхности, по позициям противника. То есть, это совершенно другой качественный уровень, который в значительной степени повысит возможности наших сил как в обороне, так и в наступлении. А уточните, пожалуйста, каков радиус поражения ракетного вооружения F-16? То есть, как далеко могут лететь ракеты воздух-воздух и воздух-земля? — Все зависит от типа этой ракеты, от модификации. Есть как малого, среднего, так и большого радиуса действия. То есть, для ближнего боя, для среднего боя и, конечно же, для большого радиуса действия. То есть, если мы говорим о АИМ-120 Амрам, все зависит от модификации. Есть модификация до 80 километров, 100 километров, более 100 километров, 120 километров и так далее. — Александр, я правильно понимаю, что именно авиация помогает уничтожать те самые бетонные насыпи, о которых оккупанты говорят, которые 8 лет выстраивали эти линии обороны на время оккупированных территорий, чтобы конкретно можно было отработать по вот этим местам укреплений? — Если мы говорим о действительно укрепрайоне, в котором укреплены фортификационные сооружения, то в данном случае применяются либо бетонобойные бомбы, либо средства бронебойного типа. К слову сказать, та же самая ракета Storm Shadow, она относится как раз к такому типу ракетных, крылатых ракет, которые вполне могут эффективно вскрывать укрепленные объекты. Но, конечно же, не менее эффективны, например, и соответствующие бомбовые вооружения, которые приспособлены для проникновения и уничтожения укрепленных даже подземных бункеров. Это такие себе противобункерные бомбы или, как их еще называют, бетонобойные бомбы. И весь этот спектр вооружений вполне могут использовать. Кстати, если мы говорим о бомбах, то могут использовать и наша авиация, безусловно. Но я так понимаю, что эта номенклатура вооружения, она уже поступит вместе с западной авиацией, вместе как комплект вооружений к этим истребителям. — Хорошо, Александр, про истребители давайте еще пару слов. Вот Алексей Резников сказал, что пилоты наши с нетерпением ждут начала обучения на F-16 на штурмовиках. Для того, чтобы поддержать своих собратьев на поле боя, даже сиронизировал наш министр обороны, сказав, что, кажется, Дед Мороз существует. Расскажите, пожалуйста, вот будет проходить обучение. Я так понимаю, что оно там будет идти несколько месяцев. Сколько после обучения должно пройти времени до передачи самолетов? В идеале мы сейчас говорим не про то, как это будет на самом деле, а вот протокольно. То есть вот отучились, после этого пилоты сразу могут выполнять свои задачи, или, не знаю, там им нужен отдых, должны несколько групп пилотов обучиться. В период слаживания проходит. Вот за период слаживания как раз и могут отдохнуть. Точно так же, как у нас было с передачей танков. После прохождения обучения экипаж... Ну, дело в том, что наши экипажи сами прекрасно понимают, наши военнослужащие прекрасно понимают, что сейчас нет времени на отдых. Поэтому они стремятся как можно скорее овладеть всей необходимой техникой и уже оказаться в зоне боевых действий для того, чтобы поддерживать своих побратимов в ходе тех или иных боевых действий, оборонового или наступательного характера. Аналогично и с авиацией. Пока будут проходить наши пилоты подготовку, тренировку. За этот период времени будут решаться и организационные вопросы. То есть в рамках сформированной авиационной коалиции выделение необходимого количества эскадрильей, единиц авиации. Кроме того, размещение на каком именно аэродроме, подготовка инфраструктуры, подготовка, кроме всего прочего, еще обслуживающего персонала, помимо всего прочего. То есть это комплекс вопросов, которые будут решаться за этот период. Прошу прощения, последний уточняющий вопрос. Извините, очень мало времени. А может быть такая опция, что вылетать самолеты все-таки будут из зоны НАТО, из этих стран, а не базироваться в Украине? Или это очень тяжело? Я не исключаю. Абсолютно не исключаю. Я абсолютно не исключаю того, что именно так оно и будет. Как минимум, первоначально, как минимум, будет использоваться именно база одной из стран НАТО. Какое именно, это мы уже узнаем, когда непосредственно будет реализовано. Спасибо вам огромное. Спасибо. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был в эфире канала «Фридом».